Белгородская область не планирует введение цифровых пропусков из-за эпидемиологической ситуации. Очередной фейк появился из-за неверного толкования официального пресс-релиза Минкомсвязи России. Действительно, ведомство сейчас работает над единой для всей страны системы выдачи цифровых пропусков. Такой программный продукт позволяет работодателям формировать постоянные пропуска в виде QR-кода для сотрудников, а гражданам, зарегистрированным на портале госуслуг, получить разовый пропуск через мобильное приложение госуслуги «Стоп коронавирус». Хорошо ли, что такая платформа в России создается? Да, хорошо. Это значит, что при чрезвычайной ситуации у нас будет готовый программный продукт, и регионам не придется в спешке экспериментировать и создавать собственный. Нужна ли такая система регионам прямо сейчас? Нет. Ограничения на передвижение гражданам пока вели только в Москве. Откуда же слух про Белгородскую область? Он возник от того, что мы оказались самыми активными и предусмотрительными, и запросили у министерства возможность протестировать новый программный продукт. Обращаем внимание, Белгородская область не внедряет систему цифровых пропусков, а тестирует ее. Ограничения передвижения людей в нашем регионе в ближайшее время не планируются. Зато если когда-нибудь случится чрезвычайная ситуация, будь то коронавирус или любая другая беда, мы окажемся наиболее подготовленными и не потеряем время на апробацию или тестирование программного обеспечения. На брифинге начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников пояснил, что пока только подана заявка на получение программного продукта от Министерства цифрового развития и говорить о каких-либо особенностях тестирования рано. Целью будет по мере знакомства с программой отработать узкие места. При этом для тестирования не будут привлекаться сторонние ресурсы, пилотные предприятия или отдельные территории. Это будет работа чисто наших специалистов. Там большой функционал этой системы. Мы просто хотим в нем разобраться и понять, какие возможности есть у этого продукта. Мы по нему еще не получили исчерпывающих инструкций. Мы только сделали запрос. Соответственно, после того, когда мы проанализируем, мы будем понимать, где этот программный продукт может быть нам полезен. Возможно, нигде абсолютно он нам будет не полезен. Мы его использовать не будем. Но для этого мы хотим самостоятельно его изучить. Чисто, своими силами. Еще раз, никаких районов, поселений, жителей для этого привлекаться не будут. Это чисто наша внутренняя работа.